Первое интервью мы уже сделали с Алиной Кабаевой, которая, безусловно, человек, очень известный в нашей стране, и человек, который занимается благотворительностью, благотворительным проектом. Ну, а известно не только этим. Да, безусловно, это человек, который очень много сделал в спорте. То есть интервью о благотворительности вы с ней беседовали? Нет, на все темы, которые интересуются и про спорт, и про семью, безусловно. Про семью-то она не любит ни с кем говорить в контексте. Ну, в нашем журнале вы прочитаете, может быть, что-то интересное. Да, я думаю, что вам она, как коллеги, спортсмену, она могла открыться, потому что, в принципе, она известна своим очень агрессивным отношением с журналистом, поскольку она настроена на определенные вопросы, на которые она не хочет отвечать. Ну, мы знаем, что она масса по подругам. Да, но мы же друзья и коллеги. Да, вам в этом смысле проще. Да, я думаю, что очень-очень многие прочитают это интервью, потому что я думаю, что это будет первое такое интервью Алины Кабаевой, человеческое. Ну, как мне хотелось подумать. Ну, да, без каких-то определенных... А как эта идея сделать с ней интервью кому пришла? Вам как главного редактора, или вам кто-то из профессиональных журналистов подсказал, что не плохо? Нет, вы знаете, просто я обозначил круг людей и друзей, с которыми я контактирую, общаюсь, если можно так сказать, часто. Поэтому вот идея наша совместная пришла сделать первое. Совместная с кем, Алексей? С журналистами и с людьми, которые являются руководителями журнала. Но вы ведь там вряд ли сами вот расшифровывали интервью. Безусловно. То есть вы приехали журналистом с теми... Нет, я приехал с теми вопросами, которые мне приготовили журналисты. Некоторые вопросы я их... Сами отредактировали. Да, отредактировал. И, безусловно, задавал именно те вопросы, которые интересовали... Ну, я знаю, что многих людей в нашей стране их интересует. Ну, безусловно, все было вокруг спорта, ее карьеры, что она делает после этого. То есть, ну, вся интересная жизнь, составляющая от начала и до сегодняшнего времени. Что дает большой спорт в итоге в жизни каждого из нас. Поэтому я думаю, что это что-то интересное, потому что я сам внутри этого всего нахожусь. И со стороны журналистов, для меня это практика, конечно, я, безусловно, не профессионал. Но мне было бы интересно... Ну, профессионал, с другой стороны, баррикады. Вы же много интервью за свою жизнь дали. Вы примерно представляете себе все минусы и плюсы. То есть вы же понимаете, какие вопросы раздражают вообще спасмены в том числе. То есть мы корректно подходим ко всем. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...